Игорь Михайлович, мы с вами в прошлой программе обсудили статью 282 Уголовного кодекса Об экстремизме Расскажите, пожалуйста, давайте напомним нашим телезрителям, что это за статья И что за маячки, которые являются не призывом к экстремизму А, скажем так, маркерами экстремизма в нашей жизни Сразу же хочу обратить внимание, что эта статья не вмещает в себя все нюансы экстремизма Это основные признаки, которые позволяют людям начать понимать, что такое экстремизм И какие действия совершать не стоит В продолжение той статьи, которая, на мой взгляд, как крестец Понимая ее, можно разобраться и в остальном, и в этой терминологии сложной Мы говорили о статье 282 Уголовного кодекса Возбуждение ненависти и вражды Или унижение человеческого достоинства По семи признакам Вот их мне хотелось бы, чтобы граждане просто запомнили и понимали По каким темам, вопросам нужно высказываться аккуратно Без пошлости, грубости, цинизма, оскорбления Это признак половой, расовый, язык, национальность, происхождение, вероисповедание, вопросы религии и социальная группа Примитивно к этой статье мы должны понимать, что мы ее только в целом рассмотрели Там есть еще и насильственные действия, и иные квалифицирующие Также такая статья есть, аналогичная по сути, есть и в административном кодексе Потому что вопросы экстремизма это не только что делать нельзя Но и ответственность Она бывает и уголовная, и административная ответственность Примитивно к административному кодексу Такая же статья и те же самые признаки В чем отличие? Отличие в том, что если человека, скажем так, ловят, выявляют Вот его вот эти противоправные действия первично То его сначала, ему дают шанс, его привлекают к административной ответственности Странно означает Да, там различные меры наказания, но это не преступление Если же в течение года он не отдумался, не исправился И вот идея опять своей линией, своей дорогой идет Тогда уже за аналогичные действия его привлекают к уголовной ответственности По той статье, которую мы рассмотрели в нашей передаче А давайте напомним телезрителям о том, какие действия могут привести к уголовному наказанию То есть, как рассказывали вы в прошлый раз Это сидя в интернете, распространяешь какие-то лозунги различные, призывы, картинки, карикатуры Это все происходит, нарастает какая-то массовость, истерия по этому поводу Появляются последователи Вот за это можно получить реальный срок уже, правильно? Давайте скажем так, я понял Уголовная ответственность не ограничивается только статьей Возбуждением ненависти или вражды, или применением насилия гражданам по экстремистским мотивам Это могут быть также публичные призывы к экстремистской деятельности Это другая статья 280 Уголовного кодекса Это формы, способы различные От распространения листовок, рекламных буклетов, какая-то статья в интернете, на сайте обсуждения темы То есть, отличие от предыдущей статьи, где человек какими-то картинками, сюжетами, аудио-видеозаписью Он как бы формирует, он сам пассивен в своей массе, если о населении не говорим Но он вот этими действиями своими у кого-то нащупывает слабое место и ответную реакцию То в статье 280, публичные призывы к экстремистской деятельности Там человек откровенно уже говорит, давайте делать Он выступает в роли агитатора Мессия Он, назовем грубо, в роли провокатора То есть, давайте делать, давайте делать И он уже как бы побуждает к действию Других людей Других людей По этим же мотивам Это другая статья Есть статьи, тоже относятся к преступлениям, действия Организация экстремистской организации, экстремистского сообщества Участие в этих экстремистских структурах Это может небольшая какая-то, условно говоря, сектантская закрытая группа Это тоже можно расценить как организация Она не обязательно должна быть зарегистрирована официально Я что хочу сказать нашим зрителям Не нужно думать, что окунаясь в экстремизм Вы можете сделать так, что не будет наказуемо Поверьте, вопросы экстремизма, они полностью охвачены и закрыты и уголовным, и административным законодательством Поэтому любая связь с экстремизмом, она повлечет за собой в обязательном порядке, не минуемо, ну рано или поздно, ответственность уголовную или административную Даже если брать уголовный кодекс, то помимо вот этих нескольких статей, которые я перечислил Он, как вот полотно, пропитан иными отягчающими обстоятельствами При совершении преступлений человеком, они учитываются Начиная от 63-й, заканчивая побои, иной вред здоровью, убийство человека по экстремистским мотивам Все это является квалифицированными обстоятельствами, мера наказания назначается гораздо больше Скажите, пожалуйста, что касается призыва к экстремистским действиям, статья 280 Например, все вот эти группировки, которые так или иначе призывают к какой-то расовой ненависти, ненависти по признаку вероисповедания Ну, экстремистские организации У них существуют различные какие-то знаки отличия, по которым они друг друга между собой признают Свастики, не знаю, какие-то звезды, не звезды Это можно считать призывом к экстремизму или нет, если человек носит подобные знаки? Безусловно Дело в том, что мы сейчас даже можем перейти как раз от преступлений к правонарушениям административным Есть статья 20.3, которая говорит, по сути, о запрете пропаганды, агитации, нацистской атрибутики и свастики А также атрибутики и свастики иных вот таких экстремистских организаций Поэтому не обязательно носить повязку и делать какой-нибудь жест, выброс в виде Хайл Гитлера и прочее Исключительно по тем цветовым отличиям или такие словосочетания использовать, которые характерны были для нацизма германского или фашизма итальянского Это могут быть заменители, то есть другой цвет, крест в обратном направлении Не посылы, а не прорезы Да, 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 совершенно Это могут быть другие вообще фигуры Но сам характер действий людей и отличие этих организаций, в которых они состоят, позволяет и те лозунги, идеи, которые они проповедуют, позволяет относить их к экстремистским Это все приравнивается по нарушениям, по тяжести их, по сути, к пропаганде этого же нацизма По сути, в конечном итоге они эти же идеи и пропагандируют, если мы берем сейчас не все вопросы, так скажем, возбуждения ненависти или вражды по разным признакам А мы берем сейчас, уходим сейчас вопросы нацизма, а это тоже разновидность экстремизма Это, конечно, такие статьи есть, за них наказания предусматриваются, административные в том числе Но, к сожалению, на практике возникают, как у нас обычно в стране, перегибы на местах То есть зачастую статистику делают не на этих приверженцах идеологии нацизма, фашизма, а на обычных подростков И поэтому нужно быть очень внимательным, когда вас хотят, работники, как правило, полиции Выявляя якобы состав правонарушения административного, привлечь вас или ваших детей, подростков к административной ответственности Доходит до безумия и потребовалось вмешательство даже и Верховного суда, чтобы он давал разъяснения И для судов, в первую очередь, которые в конечном итоге рассматривают такого рода дела Давайте скажу по-другому, даже под уголовную ответственность подводили подростков, взрослых, молодых людей За, кто работает в соцсетях, лайк в какой-нибудь программе, инстаграм, фейсбук, вконтакте, можно лайк Это как одобрение, понравилась какая-то картинка или репост, так называемый Когда ты определенные нажимаешь клавиши, клики и другого Это считалось распространение и преступление Даже преступление, и люди получали судимость А за какие конкретно, допустим, репосты, какой призыв можно случайно репостнуть, допустим, и получить за это срок? То есть, с этим смотрят? Правильно? За этим наблюдают постоянные сотрудники ФСБ и отделы В правоохранительных системах создан отдельный блок, так скажем, отдел, направление, которое выявляет эти правонарушения и преступления Сам репост на сегодняшний день, или лайк, он не является правонарушением и преступлением Но зачастую его именно так и трактуют сотрудники правоохранительных органов, и это неправильно Ну их задачи мне понятны Это называется палочная система, как можно больше выявить по месяцу, по кварталу, по году Статистику улучшить себе И граждане своей пассивностью, да, вроде дали почитать, действительно так и есть Да, все, согласен, признаю вину Это неправильно Нужно смотреть, вы действительно предрасположены к экстремизму Вы понимаете, что вы экстремист Или это случайное какое-то внутри группы скидывание, перекидывание картинок Это не является, по сути, экстремизмом И пошли вот такие перегибы Предположим, подросток, нравится ему фильм про Великую Отечественную войну Всем известный фильм «17 мгновений весны», да То есть актер Вячеслав Тихонов в роли этого Штирлица Там разговаривает с другими нацистами Он же не должен быть, как мы понимаем, в партизанском Не кителе, а тулупщике, телогрейке С красной звездой, с пулеметом, с бородой Конечно, он в нацистской форме Разместил подросток у себя в соцсетях Это правонарушение, пропаганда нацистской атрибутики свастики Это неправильно, разумеется, это неправильно Или с парада победы наши красноармейцы бросают у стен мавзолея Штандарты, знамена Или в музее, уголок Великой Отечественной войны Есть, разумеется, какие-то атрибутики формы стран В том числе и агрессоров, включая Италию, Германию Размещена фотография с какими-то Или еще пример конкретный Коллекционеры продают, кто увлекается тематикой Второй мировой войны Продают ординаты, медали Да не важно, что Все связано с военной тематикой Их тоже начали привлекать к ответственности За распространение, за агитацию нацистской атрибутики свастики Вот это и есть те перегибы на местах Которые действия граждан в таких ситуациях Не могут расцениваться как правонарушение К экстремизму они не имеют никакого отношения Это умышленная форма вины Когда человек уже заряжен, так скажем На совершение этих действий, на агитацию, на пропаганду Он поклоняется нацизму Он хочет донести и поделиться Вот этой своей фанатичной какой-то идеей И ее правильностью, ее величием Он восхищается Тогда это экстремистская направленность Когда просто лайк, перепост Кто-то с кем-то поговорил, в комментариях обсудил Может быть и в сердцах Я порой слышал Да вот лучше бы нас Германия победила Мы бы стали жить лучше, как в Германии Ну понятно, это неумное высказывание и выводы Это же не означает, что человек стал экстремистом Он сказал и забыл То есть нужно разбираться в этом Также есть и к тому же иные административные статьи Говорящие о том, что действие человека противозаконно Это может быть и распространение экстремистской литературы В общем, все, что связано с экстремизмом Оно охватывается вот этими двумя мощными тисками Уголовным кодексом и административным И избежать ответственности не удастся Потому что любое действие человека В русле экстремизма Оно будет все равно подпадать Или под действие уголовного, или административного кодекса Я хочу обратить внимание, что в наших передачах Мы буквально коснулись этой проблематики Ни в коем случае я не рассказал в целом об экстремизме Потому что это вопрос даже уголовного кодекса Административного кодекса Но не только их Есть специальное законодательство Есть закон о противодействии экстремистской деятельности Там целый перечень действий Которые могут быть расценены экстремизмом Расценены как экстремизм И я их даже не охватил Я только в сути просветил людей Чтобы они понимали, что это такое И не совершали подобных действий Для того, чтобы не получить за это никакой ответственности Хотя бы этих Потому что там еще ряд действий Которые мы даже не касаемся Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста Но раз за всем этим так пристально следят Все наши охранные структуры И полиция, и специальный отдел создан Почему? В чем опасность экстремизма состоит? Почему так общество пытается оградить От подобных действий, от подобных людей? Ну это очевидно, они же разрушительны Но опасность, я бы даже сказал, вот в чем Для самих людей в чем опасность Дело в том, что они могут быть поставлены И будут поставлены на учет По сути с 14 лет К ответственности могут быть привлечены К административной с 16 К уголовной или с 16 Или к 14 Но опасность в том, что Когда они будут привлечены К этой ответственности Так же как в административном законодательстве Не важно, какое наказание будет Оно может быть небольшим символическим Но человек попадает Есть такой закрытый список Точнее говоря, открытый список Экстремистов-террористов Нахождение в этом списке По сути лишает его В дальнейшем Вот полноценной жизни В нашей стране Потому что Мгновенно срабатывает ряд ограничений Он по сути становится изгоем Он приравнивается Как в 20-е и в 30-е годы Враг народа Вроде бы и не судимый Нет преследований Все от него сторонятся Пытаются жилплощади лишить На работу не устраивают Здесь то же самое То есть его могут очислить с ВУЗа Ему могут банки не предоставить кредит Закрыть, блокировать карты За ним он сидит на контроле В Росфинмониторинге В ФСБ В управлении юстицией Статистика специально Вот этот список В Генеральной прокуратуре То есть все федеральные органы За ним наблюдают За рецидивом Который может этот человек Совершить Да, рецидивные какие-то действия совершить Хотя он случайно там оказался В этой экстремистской структуре В экстремизме Но там отличия уже нет И соответственно Он может быть отчислен Или не принят В ВУЗа Его могут не принять И однозначно не принимают На работу Проблем Не выпускают за границу Трудоустроится проблема На хорошую работу То есть разумеется Неквалифицированная работа Обычная частный там Извоз Ради бога Но если он Разумеется Если он претендует На какой-то карьерный рост У него какие-то амбиции В том числе и политические Все, крест То есть никакие органы власти Это аналогия Как педофилия В садике Привлекли к ответственности За педофилию Вроде и срок отбыл Все И судимость погашена Но попробуй Устройся в садик Там будут смотреть Ранее судим Нет Лучше рисковать не будем Здесь то же самое И на это срока давности Практически нет То есть Говорят о том Что со списка Со снятием там Судимости Со снятием Каких-то иных ограничений Можно исключиться Но запись остается И эти же службы безопасности Если они смотрят углубленно Изучают анкету человека Собирают данные Они обнаруживают Что человек ранее был Экстремистом Даже по глупости Не объяснишь Что ты вот в 16 лет В 17 лет Голова еловая Вместо мозга Там грецкий орех Все это Ветер в голове Вот господи Я уже и забыл про это Нет-нет-нет Записи есть Поэтому с человеком Лучше вот при выборе Выбрать того У которого статистика была Или там записи нет Чистый человек Чем человек Который уже Себя Дискредитировал В этом плане Игорь Михайлович Что вы можете сказать Нашим зрителям Для того Чтобы они не совершали Подобных действий Ну собственно Говоря Каких-то глупых Необдуманных И Какое Какое наказание Их может ждать Вот вы говорите Давит административная Уголовная система Со всех сторон Давайте предостережим Она не давит Она на самом деле Охраняет и себя Как государственные структуры И иных граждан Потому что экстремизм В него же входит И терроризм И сепаратизм Это разрушительные силы Поэтому борьба И противодействие им Со стороны государства И не только российского Любого иного государства Она закономерна И правильна Другой вопрос Что зачастую Правоохранительная система Ищет Вот эти вот Статистические жертвы Не среди истинных экстремистов А среди случайных людей И подростков Поэтому я хотел бы Обратить внимание Если вы понимаете Что вы или ваш ребенок Не относится И не занимался экстремизмом Но оказался в ситуации Когда его действия Расценены как экстремистскими Думайте Не торопитесь признать вину Что им виднее Сотрудникам полиции Или ФСБ Разберитесь с ситуацией Может быть и нет Все-таки вашей вины И вы добьетесь Реабилитации По этому вопросу Докажете свое невиновство Да, это сделать сложно Потому что Как таковой Правовой специализации Со стороны юристов Адвокатов В России не сложилась Она Специалист по экстремизму Или терроризму Но есть адвокаты Которые понимают Их очень мало Грубо говоря 99% Вообще этой темы Не касались Никогда и не знают Но есть которые Разбираются Найдите их Сами подумайте Поднимите литературу Изучите Главное Защищайтесь То есть есть возможность Защититься Конечно есть возможность Здесь все зачастую Строится на признании вины Признала От признания у нас Царится доказательство Зачем еще собирать Какие-то документы Доказывать Если человек тут же признался Признался Получи какой-то Минимальную Меру Наказания Я бы хотел Обратить все-таки Внимание Молодых людей Которые Не случайно Оказавшихся Вот этих вот Экстремистских силках В этой паутине А которые Все-таки Сейчас как бы Расположены Они симпатизируют Или там Им симпатизируют Вот экстремизм И все его проявления Даже как они считают Безобидными Поверьте Вот Сейчас это Интересно Но наступит период Когда вы поумнеете Повзрослеете И поймете Что это была Какая-то шалость Но к сожалению Зачастую Отмыться уже От нее И забыть Вот этот Свой Прошлый Вот эту Прошлую жизнь В этой части Не получится Поэтому нужно Лучше сейчас Отдуматься Прекратить это И тем самым Не изменить ход Вот не просто Истории Человечка А своей истории Своей жизни Потому что Последствия экстремизма Они не просто Зацепят вас Они Всегда вас будут Сопровождать Вплоть до того Что вот к ответственности Я насколько слышал Привлекли Там молодого человека Он идейно был Экстремист Да И сделал свастику Ну казалось бы Сделал Татуировку На теле Его привлекли К ответственности Его могут привлекать Постоянно Пока он ее Не вытравит Да Это тоже пропаганда Экстремизма То есть какие-то действия Мы совершаем Необдуманно Увлекаемся Увлеченно Но Приходит период жизни Когда мы умнее Взрослеем А изменить ничего Уже нельзя Потому что Прошлое нас будет Тянуть Напоминать о себе То есть подростки Здесь основная группа риска Подростки Молодые люди К сожалению По экстремизму Не только они Но в плане Вот соцсетей Выявление Вот этих правонарушений В частности Вот с пропагандой Вот нацистской И прочей атрибутики Ну да Очень контингент Молодых людей Ну да Тут надо признать Что очень мало Взрослых людей Которые разделяют Идеи там Фашизма Нацизма И еще каких-то То есть у людей Там Своя жизнь Они просто поумнели Они понимают Что этого не нужно Так же как не нужно Противопоставлять себя Тем Так скажем Тем правам Других граждан Социальных групп Которые определены В конституции Вот первая наша передача Возбуждение ненависти Или вражды Я постоянно повторяю Я хочу чтобы у людей Это прямо село То есть по полу Расе Национальности Вероисповеданию Происхождению Там социальной группе Да вероисповеданию Ну что ты нового Можешь тут Вот своими вот идеями Таких же соратников Как ты Вам же только кажется Что вы как Знаете Первые христиане В катакомбах Веру Христову хранят С античным Разлагающимся Языческим Римом Борятся Или там Подпольщики В логове Гестапо Ну Или партизанщина Какая-то Вот вы же Детские какие-то игры То есть себя вот Закрыли Замкнули Вот свои Какой-то подвальной группой И вам Вы с чем там боретесь Вы не сможете Никогда доказать Что Помните В первой передаче Говорил Что мир должен быть Без женщин Мир должен быть Без представителей Какой-то нации Которая в России Прижилась Мир должен быть Без священника Этого не может быть Потому что Это свобода Вероисповедании И всех остальных Вот этих моментов И людей Право на существование Да То есть гражданскую войну Не разогнают Она и не может быть Она закончится геноцидом И этого просто Никогда не будет Поэтому все эти идеи Это ребячество Или отсутствие Какой-то элементарной культуры Знаний Истории Все это приходящее За которую Тем не менее Можно получить За которую Тем не менее Вы получите Как говорят Статью Если говорить Юридически Меру наказания И Или это судимость И правовые Последствия Которые будут Вас сопровождать И дышать Вам спину И напоминать И себе Спустя годы Спасибо вам большое Игорь Михайлович Будем надеяться Что как можно Меньше людей Будет у нас Следовать Экстремистским идеям И все-таки Наши зрители К вам прислушаются И вразумят Своих детей И подростков Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому